Музыка Всем добрый день! Сегодня мы будем солить красную рыбу. Очень просто солить красную рыбу. Намного проще, чем какую-либо другую рыбу. Это получается намного дешевле и вкуснее, чем в магазине. И сегодня я вам покажу, как солить малосольную, соленую, среднесоленую на любой вкус. Это очень просто и быстро. Итак, что нам для этого нужно? Берем красную рыбу. Вот у меня уже очищенная красная рыба от всех косточек. Если у вас косточки, то очистить их. Все чешуйки сняты. Видите, она полностью почистая. И вот эта пленочка сверхняя, не срезайте ее ни в коем случае. Она должна остаться. Берем или филе. Вот у меня сегодня филе хвоста. Но это не важно, что. Сегодня у меня здесь полкилограмма. 500-600 грамм. Плюс-минус 50 грамм роли не играют. По рецепту. Столовая ложка соли и столовая ложка сахара. Все это перемешиваем. Вот так. Значит, смотрите, в чем секрет. Чтобы рыба получилась малосольная, вот у меня дома едят малосольную рыбу, мы солим рыбу всего на сутки. Чтобы рыба получилась нормального посола, те, кто любит соленое, надо солить трое суток, три дня. Ну и два дня, это естественно для тех, которые любят и не сильно слабосоленую, и не такую, чтобы прямо соленая была. Чем дольше она стоит, тем более она соленая получается. Но запомните, что если она будет стоить больше, чем три дня, она уже будет очень соленая. Ну, как бы ни к чему это. Больше, чем три дня я не солю. И после того, как она посолится, если она стояла три дня, то ее надо быстро есть. Если я делаю сутки малосольную, только сутки стоит, то потом она спокойно 3-4 дня еще лежит в холодильнике. Мы ее постепенно едим, и она с каждым днем чуть-чуть соленее становится. Поэтому я солю сутки. Попробуйте сначала сутки. Если вам покажется, что она слабосоленая, подержите двое или трое суток, как вам понравится. Итак, наш соль и сахар. Пересыпаем нашу рыбу. Причем не жалейте. Насыпайте и вверху, вот здесь, на само красное мясо, и сзади на корочку, оно просолится. И точно так же вторую половинку. Вот так. Посмотрите. Берем посуду, в которой есть крышка. Вот я беру стеклянную обычно. С каждой стороны вот так вот, да? Посолили. Вот она в соли. Соль желательно брать каменную, не такую экстра, знаете, мелкую, а каменную. Почему-то вот, когда солишь рыбу красную, лучше всего каменная соль. Ну, мне так больше нравится. Хорошо. Закрываем вот это крышкой и ставим в холодильник на сутки. Утром у вас вот здесь вот на дне будет прослойка воды, жидкости, которая отделится соком. Вот соль, да, вместе с красной рыбой даст сок. Его слить, да, и рыбу можно будет порезать. Итак, накрываем крышкой и подождем сутки, чтобы рыба засолилась. Наша рыба постояла сутки в холодильнике. Значит, смотрите. Очень много сока она пустила, видите, это соль вместе с рыбой. Теперь этот сок нужно слить. Слили сок, теперь берем один кусочек. Кладем его, берем салфетки, желательно не тонкие, если тонкие, возьмите две. И вот так вот рыбу нашу промокаем. Значит, смотрите, прошли всего лишь одни сутки. Попробуйте рыбу, отрежьте кусочек, попробуйте. Если для вас она сильно малосольная, пусть слейте сок и пусть еще сутки постоит. Но те, кто любит малосольную, уже можно спокойно резать. Итак, берем нож вот этой корочкой вниз и отрезаем тоненький кусочек рыбы. Смотрите, как я это делаю. Вот так. И вот как бы снимаете ее с корочки, да? Вот так вот. Вот так, с кожицы ее снимаем. Смотрите. Видите? Кожица остается, рыба срезается. И таким образом нарезаем всю рыбу, складываем ее в судочек с крышкой, где она сможет лежать еще несколько дней, где ее можно будет уже употреблять. Так, режем всю рыбу. Вот такие кусочки рыбы у нас получились. Теперь можно это закрывать, ставить в холодильник и есть. Кому малосольно, держите еще сутки. Ну, я думаю, что вам понравится, потому что это вкусный посол и сутки хватает. И те, кто даже любят соленое, обычно вот все, кто у меня едят эту рыбу, всем нравится даже после того, как прошли только одни сутки. Попробуйте. Это очень вкусно. И такого посола в магазине вы не найдете. Это самый простой, быстрый рецепт. И, насколько я знаю, многие рестораны, кафе так солят рыбу, потому что это просто и вкусно. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайк. Всего доброго. Пока.